Всем привет друзья! Бывают такие ситуации, когда например у вас закончился круг, а купить его, как в моем случае, то есть сегодня воскресенье, негде. У меня есть шлифовальный круг, то есть размеры 125-го круга у меня есть. И есть круг, я уже забыл даже, 230-й, а вот болгарки, которые у меня уже давно сгорело. У меня их 5 штук, но им уже лет по 5 висят. Конечно, спору нет, когда есть возможность поехать и купить, это без вопросов, как говорится, без вариантов. Но в данной ситуации все закрыто, а у меня висят 5 штук ненужных мне уже, так как отсутствует такая болгарка. Ну и за все время, за весь период нужды в ней я не испытал, то есть она мне не нужна. Поэтому я решил из 230-го сделать 125-й круг. Как я это буду делать и вообще возможно ли это сделать? Давайте попробуем. Так, берем карандаш и немножко с запасом рисуем картину маслом. Круг нарисовали, теперь дальше берем ножницы и погнали. Главное не давать, чтобы трещина прошла сюда, поэтому к ней мы будем подходить медленно. нам нужно срезать основную часть круга. Важно не допустить трещины сюда, вовнутрь. Дело в том, что отложить работу на завтра я не могу, то есть купить-поехать круг, мне нужно это сделать сегодня. Работу я начну делать и тут понадобилась болгарка. Раз, а у меня нет. Поэтому сейчас спирально, потихонечку пытаемся приблизиться к нашей полосе. Вот мы уже практически к ней подошли и идем фактически уже по ней. Не вижу. Ну вот, в принципе, что-то похожее у нас уже имеется, сейчас мы только его посмотрим. Видим, что срезан он неровно, так как рисунок плохо просматривается, поэтому дорисуем картину нашу маслом. А это, я думаю, не обязательно. При установке на болгарку и резке определенного, я не знаю, тонкой жести, оно все это очень быстро приобретет правильную форму. Ну что, будем пробовать производить запуск этого чудо девайса. Значит, что из этого следует? Вот эта кромка, которую мы подрезали, она сейчас в раскрошенном состоянии, поэтому первое, что начнет разлетаться, это именно она. Сам круг у нас устойчив, без повреждений, то есть все отлично. Сейчас я запущу болгарку, возможно здесь и сразу же подправлю его, например, вот этот вот уголок. Повернем немножко камеру, вот так вот. К мере предосторожности очки обязательно. Я посмотрю. Повернем... ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все, как мы видим, биение практически прекратилось, круг имеет строго правильную окружность, теперь можно работать. Ну вот, ни много ни мало, но сделал всю работу, порезал очень много. Круг получается немножко толще и изнашивается медленнее. Им, кстати, можно даже пользоваться как шлифовальным. Ну и режет тоже на ура. Ну вот, как-то так. Всем пока.